Едва не подожгли себя из-за топлива. На заправке БРСМ на Балковской сегодня было неспокойно. Сотрудники налоговой хотели вывезти топливо из резервуаров. Работники АЗС пытались помешать, едва не пошли на крайние меры. Чем закончилось, знают наши корреспонденты. Работники заправочной станции БРСМ на Балковской-1 толкаются с представителями самообороны Одессы. Те хотят оттеснить людей от емкостей с топливом. Бензин и дистоплива оттуда хотят вывезти сотрудники государственной фискальной службы. В ходе проведения следственных действий будет сейчас изниматься топливом. Прошу граждан, которые мешают проведение следственных действий, действуют незаконно сейчас. С ними действия мешают изнимать топливом. Сотрудники компании БРСМ потребовали оставить топливо в резервуарах под ответственное охранение дирекции заправки. Иначе два человека угрожают поджечь себя. Они отбежали в сторону с бутылкой бензина и зажигалками. Мне вступать некуда. Завтра это будет еще одна заправка, потом это еще одна заправка. И 10 заправок вы откачаете. Откачаете себе в карманы. Я этого не допущу. По крайней мере, если вы здесь что-то хоть в литре возьмете, я себя спалю. Я вам сказал. Идите, вы будете замначать. Пока приходили. Олег работает в киевском подразделении компании. По его словам, ситуация с сетью заправок в Одесской области катастрофическая. Говорит, с нескольких станций неизвестно куда уже вывезли топливо на сумму свыше 200 тысяч долларов. На сегодняшний день, это я так могу сказать, так вот на скидку. 80 кубов. На каждой АЗС не менее 80 кубов топлива. Умножьте на 20 гривен. Посчитайте, какое количество денег они просто крадут. Просто крадут у людей. Мы не знаем, куда они его забирают и куда он удевается. Сам факт то, что люди, которые работали здесь и работают до сих пор, до сегодняшнего дня, не имеют возможности ни кормить семью, ни зарплаты. Уже месяц нет. Спустя почти два часа следователь приостановил следственные действия. Сотрудники налоговой покинули АЗС, как и бензовозы. Руководитель АЗС говорит, 28 ноября здесь опломбировали заправочные колонки, когда следователь приходил в первый раз с решением суда. Вообще в определении суда есть два фейковых заявления на всего лишь два вида топлива. Обратились якобы два гражданина, что им залили некачественное топливо. У одной в баке нашли воду. Хотя у нас изымают все шесть видов топлива, которые есть в продаже нашей сети в Одесском регионе. Уже 28 числа начался обыск. По непонятным причинам он был приостановлен. Наш уголовно-процессуальный кодекс, действующий на сегодняшний момент, предусматривает, что только один раз можно по ухвале проникать в жилище или иное владение лица. Соответственно, на сегодняшний день, хотя следователь говорит о том, что якобы был приостановлен обыск, но по факту это второй раз проникновение. То есть на сегодняшний день сотрудники налоговой милиции действуют не совсем законно. Тем временем полиция задержала нескольких участников событий на АЗС. Сейчас мы рассматриваем факт о том, что человек мог общественно опасным способом причинить ущерб находящимся здесь объектам, а также гражданам, которые находились рядом. Будут ли кому-то предъявлены подозрения, в полиции пообещали сообщить позже. Александр Палуев, Валентин Мирза, 7 канал.